Как подготовиться к налоговым проверкам и какие особенности нужно учитывать в современных экономических условиях, обсуждаем с Антоном Торовцевым из Ниссан. Какова ситуация сейчас с налоговыми проверками в стране и как быть готовым к ним? Готовым быть налоговой проверки надо всегда. В принципе, особенно крупные налогоплательщики, как правило, знают, когда их придут проверять, они примерно представляют, когда это происходит. С точки зрения, тут, наверное, стоит смотреть не с точки зрения, когда они придут, а с чем они придут и что они будут смотреть. Особенно привлекает внимание судебная практика сейчас. Мы смотрим, что фокус налоговых органов сместился. Он сместился с каких-то мелких операций уже к достаточно крупным, каким-то концептуальным вещам. И мы видим, что налоговые органы смотрят достаточно глубоко. Это требует знания, это требует готовности. То есть, если раньше мы могли, скажем, понимать, что нас проверяют на территории России и знать все о России, но не смотреть на группу, то сейчас, к сожалению, так уже нельзя. Сейчас необходимо знать группу. Когда мы говорим, что сместился фокус, на какие моменты сейчас идет больше упор и, может, какие-то определенные проверки вызывают ажиотажи во всем финансовом секторе? Я думаю, опять же, обращаясь к судебной практике, мы можем судить по этому. Это, собственно, финансирование групп, особенно актуально сейчас. И этот период, который будет проверяться нескоро, но мы должны учитывать текущую практику. Это внутригрупповые транзакции. Мы смотрим на то, что налоговые органы обращают внимание именно на то, как распределяются средства внутри группы и ищут уклонения всевозможные. Здесь немаловажную роль играет и документ под названием БЭПС, который, в общем-то, и выпущен в Европе. Но мы четко видим, что налоговые органы его читают и на него ориентируются и понимают, то есть направленность документа понятна всем. Почему именно сейчас сместился фокус? Что-то произошло или это такая органическая эволюция? Я не могу сказать, что она органическая, но это эволюция. Это эволюция, эволюция налоговых органов. Они действительно теперь разбираются. Это не просто контроль, что мы бумажки все правильно оформили. Они действительно пытаются понять бизнес. Ожидаете ли вы определенной прозрачности и электронного документа оборота с налоговой, какие-то инновационные вещи в этой секторе? И как много времени должно прийти, чтобы они были внедрены? Знаете, прогресс-то уже идет. Собственно, мы его видим, видим прекрасно и ощущаем на себе. Это, собственно, декларация по НДС, которая у нас этого года действует. Мы видим, что это достаточно существенный шаг вперед, что и для налоговых органов, и для налогоплательщиков. Однако еще очень много предстоит сделать. То есть с точки зрения электронного документа оборота в рамках налоговых проверок, я знаю, что очень многие налогоплательщики очень скептически относятся к предоставлению документов в электронном виде и по-прежнему предоставляют их бумажным. Это уже проблема тех, кого проверяют, чем налоговых органов? Нет, ну почему же? Это проблема обеих сторон, потому что в электронном виде должны быть какие-то форматы и требования разработаны все-таки. Но в целом, собственно, слушая налоговые органы, мы смотрим на то, что они делают, мы видим, что да, налоговые органы все сильнее и сильнее идут к электронному документу обороту. Это определенный выход на какую-то новую ступень уже. Потому что даже для простых граждан, то есть личный кабинет налогоплательщика, это действительно очень удобная вещь, когда, не выходя из дома, можно решить очень многие вопросы с налоговой, там не появляясь даже. А для компаний, пока это декларация по НДС, я думаю, что они пойдут дальше. И это добавляет прозрачности, безусловно. То есть здесь уже нет разговора. Если раньше очень популярная тема для налоговых органов была, не знаю, отсутствие подписи насчет фактуре или что-нибудь такое формальное, то при электронном документу обороте это уже отходит. То есть уже какие подписи, кто подписывает, там электронная подпись, она цифровая, ее подделать или сказать, что это неустановленным лицом уже нельзя. Это, с одной стороны, плюс налогоплательщику, он уверен в своих транзакциях. Это плюс налоговому органу, потому что они видят, собственно, структуру транзакции, они видят движение. То есть вот не так давно господин Егоров с ФНС в своем интервью сказал, что они могут практически на данных, которые они сейчас получают в электронном виде, составить баланс компании, собственно, даже его не запрашивая. Это плюс, это просто меньшая налоговая нагрузка на компанию, именно административная. Если компании нечего скрывать, то, собственно, это существенный плюс, это проще становится работать. О налоговых проверках мы говорили с Антоном Торопцевым из компании Nissan. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Докаскопи ТВ из Москвы.